Встречи исполняющего обязанности главы администрации Харциска с населением продолжаются. На этот раз своими проблемами с Александром Левченко делились жители поселка Липовка. Началось, впрочем, с вопроса самого градоначальника к собравшимся. Начнем с такого. Запустили вам в тестовом режиме автобус на Липовке. Есть такое? Или было? Можно? Было. Ну, он поездил, поездил. Подождите, как мне доложили. Малая заполняемость. По ходу маршрута люди идут пешком и не хотят садиться на автобус. По крайней мере, мне был такой доклад. Потому что коллективное обращение с Липова было по поводу того, чтобы маршрут открыли. Маршрут открыли. Мне доказывают, не то что доказывают, докладывают, что людей практически нет. Там человек 12, по-моему, или 13 ездят. Понимаете? Что на самом деле? Во вторник было очень много людей. Очень много. В среду было тоже очень много людей. Очень много. Это привлекает человек около 30. А что ж мне так рассказывать? С детьми, со всеми. Я говорю, в четверг дождь, ливень. Дети стоят, мерзнут, мокнут. Водителя нету. Чей автобуса нету. В пятницу он приезжает. Он приезжает уже около восьми. И говорит, я поломался. Ну так, товарищи, мы же попросили номер телефона, нам не дали. Хорошо. Потом в субботу он, естественно, выходной. В воскресенье он выходной. В понедельник он должен быть. Люди опять-таки уже стоят, ждут его. Его не было. Разбираться с транспортным и с транспортниками городоначальник предложил жителям Липовки в администрации Харциска. И пообещал найти конструктивное решение проблемы. Власть работает совершенно по-другому. Я сказал, власть будет работать в интересах людей. Чего бы мне это не стоило. Она будет работать. Вот сейчас проявляется, кто может работать, а кто не может. Либо нет желания, либо по каким-то другим причинам люди не хотят исполнить свои обязанности. Помимо автобусного сообщения с центром города, собравшихся беспокоили также вопросы, связанные с электроснабжением поселка. Когда восстановят наружное освещение некоторых улиц, чем объясняются частые выключения света, почему при оплате за электроэнергию деньги не поступают на лицевой счет потребителя. Решается вопрос. Ну, как сказали, очень кропотливый вопрос. Он в процессе. Сохраняйте чеки, однозначно потом, не важно, как это будет, войдут в республиканскую они, или переинлистрируются здесь, не важно. Вы потом придете на сверху, ваши чеки подтверждающие. И все. Показания чеки, все. Вы заплатили. Эти деньги лежат там на специальном счете, который эта организация потом получит. За это никто, вообще за любые коммунальные, никто не может переживать. Жители Липовки потребовали усиления обратной связи с властью. Они попросили сообщить дату следующей встречи с главой администрации, чтобы из первых уст узнать, как решаются проблемы поселка. Скажите, примерно, что через два месяца мы здесь встретимся, людей будет значительно больше. Это будет обратная связь. Может, даже и раньше. Александр Левченко сообщил, что встречи в таком формате проходят каждую неделю. И следующая с жителями Липовки по плану должна состояться в феврале 2016 года. Еще одна проблема, с которой собравшиеся обратились к городоначальнику – утечка воды на пересечении улиц Кашевого и Буденного. В Горводоканале всего одна аварийная бригада, сообщили представители администрации. И ремонтники просто не успевают оперативно реагировать на все порывы. Вот сейчас проблемы подняты, правильные проблемы. Они очень противные, очень такие, которые надо немедленно решать. Сейчас Виталий Александрович позаписывает. Завтра он с теми службами, которые отвечают за воду, за свет, на столбах, под столбами. Завтра он будет собирать совещание и будет ставиться задача руководителям коммунальных учреждений моментально. Вот посмотрите на реакцию, работа сдвинется с места. Просто до этого мы этой проблемы просто не знали. И действительно, работа закипела. Уже утром в пятницу на место происшествия прибыла бригада ремонтников, которая тут же приступила к устранению утечки воды на водоводе.